Все началось с большого доклада в адрес Венгрии. Его подготовила нидерландский политик Джудит Саргентине. В документе речь идет о ситуации с независимыми судами, ущемлениями свободы прессы. В докладе Саргентине говорится, что правительство страны, лично Орбан, официально заподозрено Европейским управлением по борьбе с мошенничеством в махинациях и кумовстве при распределении финансовой помощи ЕС. К подобным обвинениям в Венгрии, в частности, самому Виктору Орбану не привыкать. Осуждения посыпались на Будапешт в тот момент, когда три года назад венгрию возвели 155-километровый забор на границе Сербии. Все для того, чтобы сдержать поток беженцев. Позднее парламент страны принял закон «Стоп Сорос». Он запрещал помощь нелегалам со стороны некоммерческих организаций. Таким образом, Будапешт отреагировал на решение Брюсселя ввести квоты на распределение мигрантов по всему Евросоюзу. Сам Виктор Орбан уверен, что борется за христианские ценности. Сегодня он заявил о вероятности выхода членов Фидеса из крупнейшей политической партии в Европарламенте. Доклад оскорбляет венгерского избирателя. Да, мы имеем разные взгляды на христианское наследие и христианские ценности. Наши взгляды на миграцию радикально расходятся. Но это не повод вешать ярлыки и исключать страну из процесса принятия решений в Евросоюзе. Между тем, в Венгрии решили оспорить решение Европейского парламента. В Будапеште считают, что все было ничем иным, как мелкой местью проиммиграционных политиков против Венгрии. Это решение было принято путем нарушения европейских договоров, поскольку голоса в отношении отсутствующих не были приняты во внимание. Так что юридически это решение полностью противоречит процедурам, изложенным в европейских договорах. И совершенно очевидно, что эти дебаты касаются миграции. В Европейском парламенте есть силы, которые в основном ненавидят миграционную политику нынешнего венгерского правительства. И это нашло свое отражение в их решении. Будапешт смогут лишить права голоса, но лишь временно. Это предусмотрено седьмой статьей договора о Европейском союзе. Раньше ни одно государство, член ЕС, не подвергалось такому наказанию. В Европарламенте встретили результаты голосования громкими аплодисментами. Однако для того, чтобы запустить соответствующую процедуру, необходимо голосование в Совете Европы. Совету ЕС предстоит решить, будет ли против Венгрии запущена штрафная процедура. И так вот, чтобы это все-таки произошло, нужно, чтобы единогласно 22 страны проголосовали против Венгрии. Ну, это очень проблематично достаточно. Гульнара, но если все-таки одобрят, будет ли Димарш со стороны Венгрии или на этом все так и закончится? Ну, эксперты считают, что это будет затяжной конфликт. И ясно одно, что, конечно же, Венграм невыгодно выходить из Евросоюза. И такого точно наверняка не произойдет. То есть они там останутся? Да, но это по мнению аналитиков. Что ж, посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо, Гульнара. Ну, а я продолжу.